Это программа «Невредные заметки». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите тележурнал интересных, удивительных и познавательных историй. Приближается печальная дата – 22 июня. 80-е годовщина начала Великой Отечественной войны. Поэтому тема сегодняшнего выпуска – военные истории. Первая заметка называется «Лагерь смерти Азаричи. Ад среди болот». Должен сразу предупредить – то, что вы сейчас увидите, будет весьма тяжелым для восприятия. Это будут фотографии, которые можно считать обвинительным приговором нацизму. Некоторые из них будут страшными. Но их надо видеть. Видеть для того, чтобы понимать и помнить, какую цену заплатил наш народ в самой кровопролитной войне в истории человечества. В марте 1944 года советская армия освободила три лагеря смерти в районе поселка Азаричи в Полесской области. Сегодня это Гомельская область. То, что там обнаружили воины 65-й армии 1-го Белорусского фронта, заставило ужаснуться даже бывалых бойцов, многое повидавших на войне. Заболоченное редколесие было усеяно трупами женщин, детей и стариков. Общее число узников в концлагере Азаричи превышало 50 тысяч человек. Из них погибло около 20 тысяч. Причем следует учитывать, что лагерь просуществовал всего 10 дней. Вы только вдумайтесь в эти числа. За 10 дней от голода, холода и болезней умерло почти 20 тысяч мирных жителей. История лагеря Азаричи – одно из самых гнусных злодеяний германских захватчиков, совершенных на белорусской земле. Это жуткое место сложно назвать лагерем, потому как в нем не было никаких условий для жизни. Здесь вообще не было никаких построек для узников, ни бараков, ни медпунктов, ни отхожих мест. Это была просто территория в лесу, посреди болот, обнесенная колючей проволокой, со сторожевыми вышками по углам и минными полями за периметром колючки. Любая попытка подойти к ограждению заканчивалась расстрелом. Здесь люди жили прямо под открытым небом. Хотя слово «жили» тут не очень уместно. Люди не жили, а выживали, как могли. Спали просто на промерзлой земле. У кого были силы, те ломали ветки и строили шалаши. В туалет ходили тут же, весь лагерь был покрыт нечистотами. А рядом лежали трупы, никто их даже не закапывал. Матери укладывали своих детей для сна на тела умерших людей. Так было теплее. Теплее, чем на холодной земле. Не было ни хлеба, ни воды. Узникам запрещалось разводить костры. Вши просто заедали людей. В таких условиях массово передавался тиф. Некоторые историки полагают, что немцы умышленно заражали мирных жителей сыпным тифом, чтобы создать угрозу для наступающей Красной Армии, которая при освобождении лагеря вынуждена была иметь дело с очагом опасной инфекции. С огромной вероятностью дальнейшего распространения эпидемии по войскам. Воспоминания выживших в том аду невозможно читать спокойно. Кулаки сжимаются и ком стоит в горле. Валентине Федоровне Шишло тогда было 7 лет. Она в деталях помнит те ужасные дни. До лагеря мы шли пешком два дня. По обочине шли полицаи. И они были страшнее немцев. Помню, как одна женщина споткнулась. Ее сразу же расстреляли, а ребенка выбросили на обочину. Так было страшно. Мы держались за маминую юбку. Мама спросила у полицея, куда их гонят. И тот ответил, в санаторий Адольфа Гитлера. Бывший узник лагеря Аркадий Петрович Шкуран рассказал следующее. Самым страшным было, когда у женщин отбирали детей. Стояли крытые машины. Детей выхватывали и просто бросали в машину, чтобы заразить их тифом. Там обязательно был кто-то больной из взрослых. Крик такой стоял, плач уши закладывало. Николай Алексеевич Захарченко вспоминал. Немцы отбирали все ценное, а еще спички и ножи. Костры нам не разрешали полить. Чуть дым покажется, стреляли на поражение. А холодно было до минус 15. Когда нас ввели в лагерь, мы держались за маму. Потому что видели, как разделяют семьи, как стреляют в тех, кто отстает. Чтобы немцы не забрали сестру копать окопы, мама сделала ее беременной. Намотала тряпки на живот. Повезло, что фашисты не стали проверять. Потом сестра тяжело болела тифом и все просила воды, воды. Шел снег. Мама собирала снежинки в кружку. Потом грела ее за пазухой, чтобы дать сестре попить. А еще вода собиралась в траншеях. Мама как-то отправила меня набирать кружку. Я смотрю, а вода розовая, с кровью. Ведь рядом убитые были. Дальше раскопал. Смотрю, нога торчит, рука торчит. Туалета тоже не было. Все в куче. Где сидишь, туда и ходишь. Представьте, какая там была вода и какая там стояла вонь. Зинаида Николаевна Франтурова, которой тогда было 9 лет, поведала вот что. Я слышала, как приближаются бои, гремят взрывы и молила Бога, чтобы на нас упали бомбы. Невозможно было больше терпеть издевательства. Однажды под утро стало тихо. Мы смотрим, на вышках никого нет, собак тоже нет. Некоторые люди рискнули выйти. Деда одного на моих глазах разорвало, подорвался на мине, только кожух от него остался. Когда пришли наши военные, если бы вы знали, что с нами творилось. Люди бросались к солдатам и целовали их сапоги. Я бросилась к офицеру, упала, а он говорит, девочка, встань. А я не могу встать, такая слабая была. Солдаты вместе с нами плакали. Люди от радости, а солдаты от ужаса. Ведь мертвые кругом. Мы не сразу смогли выйти из лагеря. Военные сказали, ждите, пока разминируют дорогу. Дорожку разминировали, натянули проволоку. И чтобы никто не смел за нее заступать. Шли по проволоке гуськом. Выход освобожденных из лагеря людей снял военный фотокорреспондент Семен Альперин. Эти кадры стали знаменитыми. Их часто размещают на различных ресурсах. Жаль, что иногда это делают без описания и указания места действия. Чаще всего подписывают совершенно не точно. Беженцы возвращаются домой. На нескольких фотографиях запечатлена усталая, с изможденным лицом женщина, укутанная старым одеялом. Ее звали Мария Макаровна Риченкова. Выбиваясь из сил, она несла на руках маленькое дитя, а рядом шли еще двое ребятишек. Мальчик в левой части кадра, Иван Петрович Риченков, спустя годы рассказывал. Каждый раз с приходом весны я вспоминаю те страшные дни. Мама обмотала меня и моих маленьких сестер Анечку и Феклу с сухими теплыми тряпками. Когда 18 марта пригрело солнце, мы пошли из леса. Я и мои сестрички идти не могли. Маленькая Феня, которая на снимке на руках у матери, была очень больная уже тогда. Мама нас останавливала через каждые 20-30 метров на отдых. Болела голова, болели ноги. Хотелось сесть и не вставать. Старший брат Петя и сестра Надя, взявшись за руки, шли впереди и все время ждали нас. Холод, голод, слякоть. Вокруг люди медлительные, неразговорчивые, все притихшие. И все тянулись в одном направлении. Я боялся упустить из вида старшего брата. Мама сказала, что если она упадет, мы должны идти за Петей, потому что он еще не болеет. С каждым шагом вперед у меня усиливалось чувство уверенности, что буду жить. Мне становилось страшно, что если я умру, то тогда все кругом умрет. И я понял, если я хочу окружающее сохранить, я должен жить. 19 марта нас подобрала военная санитарная машина, на которой мы доехали до деревни Забабье. И там санитары сказали, что у нас ТИФ. Через два дня, 22 марта, умерла самая маленькая из нас, сестренка Фенечка. Ей было всего два с половиной годика. Мама и я не могли встать, похоронил сестру старший брат Петя. Земля была еще мерзлая. А 28 марта умерла моя вторая, четырехлетняя сестра Анечка. Мама с братом отнесли и похоронили ее на кладбище. Я был обессилен, и мама решила ждать, пока я не встану на ноги. Я смог отойти только через месяц. Мать всю жизнь благодарила Бога, что помог спасти троих ее детей. Следующий сильный кадр, сделанный фотокором Семеном Альпериным, тоже стал очень знаменитым. Он публиковался и продолжает публиковаться во многих изданиях мира. Лицо этой милой девочки, а также ее пронзительный взгляд и таинственная улыбка маленькой Джоконды известны миллионам людей во многих странах. Фотография бывшей узницы, замотанной в старое тряпье, сделана сразу после освобождения концлагеря Азаричи. Ее имя – Верочка Курьян. Она выжила в аду на болоте, выросла, вышла замуж, стала Верой Сергеевной Солоновичей. Вспоминая историю создания снимка, она рассказала, что это была вообще первая фотография в ее жизни. До этого у пятилетней малышки из-за войны не было никакой возможности позировать перед фотоаппаратом. Ее первый кадр стал во всех смыслах удачным. Верочку и ее родных освободили из жуткого места. Как тут не улыбнуться вежливому человеку в советской военной форме? Вот как Вера Сергеевна поведала о том счастливом для нее дне. «Меня потеряли, и искать меня отправилась тетка Ходосья. На снимке на заднем плане виден человек. Это и есть моя родная тетка по имени Ходосья. Фото корреспондента она приняла за переодетого немца, а фотоаппарат за неведомый для нее вид оружия, и решила, что нас не будут убивать. Она сказала фотографу, что если он решил нас убить, то пусть делает это быстрее, не мучает. После освобождения солдаты отказывались заносить мою мать в кузов грузовика. Они думали, что она мертвая. Но дед не сдавался. Он где-то нашел кусок стекла и поднес к носу матери. Стекло запотело. Мама была жива. После этого ее погрузили в машину. В 1946 году Международный трибунал в Нюрнберге признал военное преступление в Азаричах. Лев Николаевич Смирнов, помощник главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе, заявил тогда следующее. В этих лагерях не было крематориев и газовых камер. Но по справедливости они должны быть отнесены к числу самых жестоких концентрационных лагерей, созданных фашизмом в осуществлении плана истребления народов. Армейская газета 65-й армии «Сталинский удар» 22 апреля 1944 года опубликовала статью, в которой были вот такие строки. «Тот не человек, кто это забудет». Это нельзя, невозможно забыть, как облик своей матери и нежное личико своей дочурки. Вы помните, товарищи солдаты и офицеры, наши рассказы о лагере смерти, из которого одна наша часть освободила 33 434 человека – стариков, женщин и детей. «Какие правильные слова? Тот не человек, кто это забудет». Живет в Москве человек с творческим псевдонимом Грубас. Его настоящее имя для многих загадка, так как про себя лично он не любит рассказывать. Говорит, что его зовут Грубас, и этого вполне достаточно. Работает телережиссером и ведет свой блог в живом журнале. Его ЖЖ – это сборник коротких историй из его биографии, а также из жизни его знакомых. Довольно-таки часто после публикации свежих рассказов Грубаса среди его читателей и почитателей возникают споры, правда ли это или вымысел. В 2010 году Грубас в своем живом журнале рассказал удивительную и совершенно невероятную историю под названием «Привидение». В нее крайне трудно поверить. Лично я верю. Потому как уроженец города Львова Грубас услышал эту историю от своей львовской соседки – героини его рассказа. Причем слово «героиня» – это не просто главный персонаж литературного произведения, а реальная героиня – человек исключительной стойкости и доблести. Итак, вот вам эта история в моем изложении, лишь немного отличающемся от оригинала. 1941 год. Начало немецкой оккупации в маленьком городке Полтарской области. В бывшей райком партии вселилась комендатура. Это был дореволюционный двухэтажный особняк. По его коридорам сновали немецкие офицеры, взвод охраны, полицаи и обслуга из местных жителей. Стучали печатные машинки, тренькали телефоны. Немецкий порядок входил в свои права. В один из кабинетов для разбирательства привели перепуганную девочку. Ее поймали на улице, так как возникло подозрение, что она еврейка. На свою беду девочка по имени Ада и вправду была еврейкой. Ее родители уже месяц как находились на небесах, и вот, похоже, пришла пора Адочке с ними встретиться. Весь этот месяц она бродила по городу и жила, где придется. Приютить опасную девочку никто не решился. В комнате комендатуры работали два офицера за двумя письменными столами. Один из них оторвался от бумаг, перекинулся парой слов с конвоиром, взглянул на Аду и сказал, «Я, да с юдиша швайн!» И опять углубился в бумаги. Девочка хоть и не понимала по-немецки, но что такое юдиш и что ее ждет, она знала. И вдруг Ада в отчаянии бросилась к дверям и выскочила в коридор. Присутствующие не кинулись догонять беглянку, а дружно заржали. Ведь в здании не было ни одного окна без решетки, а внизу на выходе дежурила круглосуточная охрана, причем исключительно немецкая. Бежать-то некуда, разве что только заскочить в другой кабинет. Но страх смерти не имеет логики. Ада из коридора кинулась на второй этаж и забежала в первую попавшуюся открытую дверь. Немцы обрадовались новому развлечению и не спеша планомерно стали обходить комнату за комнатой. «Тефочка, ау! Где ты ест?» «Ком да склянь юдиша швайн?» «Ау, тефочка, мы тебя искать!» Немцы, а также их пособники и полицаи обошли все помещения на двух этажах, потом еще раз и еще. Им уже было не смешно. Маленькой еврейки нигде не было. Через пару часов поиска они поняли, что девчонке удалось проскользнуть между прутьями в окне туалета. И она сбежала. Тут же вызвали мастера из местных, и он приварил дополнительную перемычку к решетке туалетного окна. В комендатуре наступила ночь. Офицеры и обслуга разошлись по домам. Темный особняк опустел. Только охрана у входа еле слышно переговаривалась. Оказывается, ада спряталась внутри старинного камина. Она со страху забралась в него и замерла там, боясь даже дышать. Камин зиял чернотой в самой большой комнате бывшего купеческого дома. При советской власти барство было не в почете, дрова экономили, топили буржуйками и каминную трубу заложили кирпичом. Но заложили так удачно для щуплой девочки ады, что внутри на высоте полутора метров получилась кирпичная полка сантиметров сорок в ширину. Вот на ней и можно было переждать. В ту ночь девчушка так и не покинула своего убежища. Наступило утро. В комендатуре опять закипела работа. Застучали сапоги. Затрещали печатные машинки. Зазвенели телефонные аппараты. Забегали услужливые полицаи. И о вчерашней сбежавшей еврейской девочке все, конечно же, забыли. Только во вторую ночь Ада решилась покинуть свою норку. Она не слышно, как привидение пробралась в туалет, без которого уже почти падала в омморок. Жадно напилась воды и вернулась в свою комнату. По запаху нашла в чем-то столе спрятанное печенье и залегла до следующей ночи. Постепенно, из ночи в ночь, Ада расширяла свой жизненный круг. Доходила даже до первого этажа. Влезала в буфет. А там всегда можно было поживиться кусочком хлебушка, не обделяя господ офицеров. Она понимала, что если пропадет хоть кусочек сала, то будут подозрения и могут здание обыскать собакой. А это верная смерть. Ада сама превратилась в дикую собачку. Или, скорее, даже затравленного, испуганного мышонка. Все чувства ее обострились. Девочка слышала даже, сколько человек находится на втором этаже и сколько на первом. Лежа в камине, она чувствовала вибрацию стен от входящих в здание людей. Днем не спала, боялась, что во сне пошевелится или свалится со своей спасительной кирпичной полки. Девчонка знала всех солдат и офицеров комендатуры, хоть никогда их и не видела. Она различала их по голосам, походке и запаху. Вскоре она приноровилась мыться и стирать белье в туалете. Самым страшным еженочным испытанием был слив воды унитазного бачка. Со временем Аду уже невозможно было застать врасплох. Она по своим внутренним часам знала, когда под утро придут и стопники, и работники кухни. А уж охранники, которые по ночам обходили этажи, для нее оказались просто топающими и пропахшими табаком слонами. Девочка сначала интуитивно, а потом слово за словом начала понимать немецкую речь. Чтобы не сойти с ума, она мысленно разговаривала с погибшими родителями и даже со знакомыми ей по звукам и запахам немецкими офицерами. Ее жизнь шла своим чередом, ведь несмотря на ежесекундный смертельный риск быть обнаруженной, это была все же какая-никакая, но жизнь. Человек ко всему привыкает. Ада стала привидением. Привидением, о котором не слагались легенды и сказки. Привидением, о котором даже не ходило слухов. Потому что об этом маленьком, тщедушном привидении в старом купеческом особняке никто не знал. И вот однажды ночью, когда девочка-призрак привычно прокралась в туалет, ее как громом поразило. На умывальнике лежали ломтик хлеба и малюсенький кусочек мыла. Это был не офицерский туалет, и мыло туда каждый приносил свое. Мыло могли, конечно же, забыть, но хлеб-то откуда? Это означало только одно – о ней кто-то знал. В ту ночь ада не притронулась к этому богатству, а вдруг заподнял. На следующую ночь все повторилось. Эх, будь что будет, решила ада и взяла гостиницу от неизвестного доброжелателя. В конце концов, немцы люди педантичные и рациональные. Если бы что и заподозрили, то не хлебом и мылом бы выманивали, а овчарками. Через неделю девочка поняла, что доброй феей была уборщица тетя Зина. То ли по маленьким мокрым следам, то ли еще как, но тетя Зина догадалась о привидении. После чего жизнь у ады началась царская. Целый кусочек хлеба в день, а иногда даже с кубиком сахара. В одно прекрасное утро в комендатуре перестала звучать немецкая речь. Дом наполнился новыми запахами и звуками. Незнакомые люди говорили только по-русски. Еще целых три дня ада сидела в камине, прислушиваясь и выжидая, пока не решилась выйти к нашим. Она выбралась из своего укрытия и узнала, что на дворе уже 43-й год. Еврейскую девочку аду вначале отправили в Полтавский детский дом, а в 44-м году во Львовский интернат. В этом городе она и прожила всю свою жизнь. Детей у ады не было. Это расплата за подорванное в холодном камине женское здоровье. Человек, который опубликовал эту историю, рожденный во Львове сегодняшний московский телережиссер с ником Грубос, знал тетю Аду, сколько себя помнил с раннего детства. Она была его соседкой. Они жили дверь в дверь. Маленького Грубоса с тетей Адой часто оставляли родители, когда уходили в кино. От нее он и услышал всю эту жуть про двухлетние прятки в камине маленького и вечно голодного привидения. В 1970 году тетя Ада съездила на Полтавщину, где и разыскала уборщицу тетю Зину, которая к тому времени уже давно отмотала, отсидела свою десятку за работу у немцев. Знаете, как Ада нашла свою благодетельницу? Она узнала ее по голосу. На основе этой невероятной истории был снят и в 2018 году вышел на экраны российский фильм-драма под названием «Война Анны». Режиссер этой трагической ленты Алексей Федорченко, а главную роль гениально исполнила восьмилетняя Марта Козлова. За свою игру, кстати, очень сложную игру, юная актриса на сочинском кинофестивале «Кинотавр» была награждена специальным дипломом жюри за создание пронзительного образа войны глазами ребенка. Картина «Война Анны» признана лучшим российским фильмом 2018 года и получила кинопремии «Золотой орел», «Ника» и «Белый слон». Также она удостоилась гран-при международного кинофестиваля в Севилье и гран-при фестиваля нового российского кино «Горький фест». Если вы еще не видели эту ленту, то настоятельно рекомендую ее посмотреть. Это весьма трогательный фильм о том, как одна маленькая девочка выиграла свою войну с германским нацизмом. Это была программа «Невредные заметки» тележурнал интересных, удивительных и познавательных историй. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...